Эфир телеканала ННТ продолжит новости Дагестан в студии Вала Ахмедова. Здравствуйте! И вот о чем сегодня расскажу вам я и мои коллеги. Ищут на суше в воде из воздуха. Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело по факту исчезновения 22-летней спортсменки из Северной Осетии. Абакрав своих прятался на чужбине. Из Бахрейна в Россию экстрадировали Джамиля Тимирханова, который обманул дольщиков почти на 50 миллионов рублей. Экзотический фрукт на экспорт. В Горном Дагестане в разгаре сбор урожая дикой фурмы. Подробности в выпуске. Два человека погибли в двух ДТП накануне вечером на дорогах Дагестана. Как сообщает МВД Республики 18.00 в селе Гоксуватар Хасавюртовского района 20-летний водитель сбил 6-летнего мальчика, который выехал на самокате на проезжую часть. Ребенок от полученных травм скончался в больнице. Спустя 40 минут в Буйнакском районе 40-летний местный житель на автомобиле Лада Гранта допустил наезд на 64-летнего мужчину, который переходил дорогу не по пешеходному переходу. Он скончался на месте происшествия. Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело по факту исчезновения 22-летней спортсменки из Северной Осетии Анны Цомартовой. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского управления. По какой именно статье заведено дело, не уточняется. Напомним, что девушка пропала 10 февраля после проигрыша на чемпионате и первенстве СКФО и ЮФО по тайскому боксу. Пятые сутки о ее местонахождении ничего не известно. К поискам спортсменки подключены сотрудники полиции, МЧС и неравнодушные регистанции. Еще одно уголовное дело возбуждено Следственным комитетом Республики по факту покушения на убийство мужчины. Буйнакский, 28-летний местный житель, во время конфликта нанес 8 ударов ножом своему знакомому. Потерпевшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Во время проверки показаний мужчина показал и подробно рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления. Из Бахрейна в Россию экстрадировали 38-летнего дагестанца Джеймиля Тимирханова, который обманул своих земляков на 47 миллионов рублей. Об этом сообщает Генпрокуратура страны. В 2014-2019 годах Тимирханов и его знакомая по предварительному сговору обманули более 30 человек. Многомиллионная сумма предназначалась для взноса на строительство многоквартирных домов в Избирваши. Деньги не были потрачены на изначальные цели, из-за чего люди остались без жилья. Тимирханов был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола по инициативе МВД Тагестана в ноябре 2021 года. Генпрокуратура России направила запрос в компетентные органы Королевства Бахрейн. В результате чего удалось экстрадировать жителя Дагестана. Он подозревается в совершении преступления по статье «Мошенничество». И к другим темам. Почти 40% дагестанской баранины уходит на экспорт в регионы России. Об этом заявил премьер-министр республики Абдул Муслим Абдул Муслимов. Ежегодно регион производит порядка 40 тысяч тонн мяса этого вида мелкого рогатого скота. Из них 15 тысяч тонн реализуются за пределами Дагестана. Кроме того, наша баранина востребована и у зарубежных импортеров. В частности, в Арабских Эмиратах она подается в элитных ресторанах и отелях. За рубеж наша республика поставляет не только баранину, но и дикую хурму. Сейчас в самом разгаре сбор этой экзотической ягоды. Она растет в горных районах республики. Именно морозы, ветра и горная стужа делают позднюю хурму особенной. Посетила сады с местной экзотикой, и моя коллега Тамара Самедова ей слово. В этот зимний период садоводы Гумбетовского района занимаются сбором дикой хурмы, которая пользуется спросом не только среди дагестанцев, но и за пределами республики. Дикая, сочная и сладкая. Семья Джавадхановых долгие годы растет мелкую кавказскую хурму. Разгар урожая и старый млад съезжаются на помощь в село. Так и студент сайгит вместе со своим другом. Унаследовав от отца самые нужные навыки, он, забравшись на дерево, с помощью длинной палки собирает сверхушек в сладкое черное золото. Передалось это от дедушки моему отцу. И от моего отца уже потихоньку передается мне. И вот с 10 лет, получается, я работаю, помогаю родителям. Ну, пока не мое, конечно, пока родителям помогаю. Сбор урожая делится на мужскую и женскую работу. Глава семьи берет на себя более опасную часть. Страхивает деревья, а хозяйка занимается сбором и сортировкой. Ну, бывает, что остается, не достаешь, или если достаешь, сам чуть-чуть оставляешь для птиц, ну, чтобы в следующем году урожай был больше, садаха. Как только черная хурма попадает в ящики, начинается обрезка, с помощью которой можно продлить период урожайности, а также поддержать качество растения. Красота и здоровье – это то, что напрямую влияет на свойства культуры. Ветки деревьев на солнечной стороне растут лучше. Их мы оставляем, а те ветки, которые мешают и создают тень, мы срезаем, чтобы лучше плодоносило. Урожай хурмы в этом году неплохой. С реализацией ягоды у садоводов проблем нет. И желающие приобрести ее сами приезжают в район. Среди них предприниматели даже из других стран, таких как Азербайджан и Узбекистан. С каждым годом площадь садов увеличивается, так как ее продажа приносит хорошую прибыль. В горах урожай круглый год. То есть, кто занимается садоводством, он получает круглый год доход. К примеру, без косточек хурма стоит 250 рублей. Вот село проезжает, отсюда же забирают. Килограмм 250 рублей. Одно дерево, которое мы видим сзади, где-то 200-250 килограмм, 300 килограмм даже бывает. За это, если сказать, нету прибыли, нету дохода, это, честно говоря, я бы так не сказал. Потому что, кто будет заниматься сельским хозяйством, прибыль там будет. Тамара Семедова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Гумбетовский район. Делегация богословов, представителей духовенства Северного территориального округа Дагестана выехала на освобожденные территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Они провели беседы, проповеди, коллективные молитвы, мавлиды, привезли с собой исламскую литературу, а также встретились с местными духовными лидерами. Мы находимся в городе Северодонецк, Луганской народной республики. Нас сюда направил в мафтиат республики Дагестан. И мы, имамы Северного территориального округа, приехали во главе с полупредом Ибрагимом Кулдуевым. И нас здесь встретили наши братья из Англишетии. И, альхамду ля, халасу вишнам Аллаху за таких братьев. И здесь создали все условия для того, чтобы совершили коллективный джума-намаз. Далее от родины и от мусульман в трудных условиях военного положения такая поддержка от представителей духовенства весьма значима и цена. Бойцы, участники военных подразделений, с которыми встречались наши богословы, выразили им огромную благодарность. Также на присоединенных к Российской Федерации территориях трудятся строители-мусульмане, жители Северокавказских республик. Более 70 разрушенных объектов восстанавливаются благодаря их усилиям. И наш визит в эти новые территории – это желание нашего муфтия республики, шейха Ахмада Абдулаева, который направил нас сюда для того, чтобы мы стали причиной, тем самым могли оказать какую-то помощь и поддержку местному населению и также местным имамам и муфтиатам. Конечно, когда сам приезжаешь, видишь своими глазами эти разбитые дома, состояние, в котором здесь люди живут, находятся, ты понимаешь, насколько мы должны находясь у себя на родине, оценить, благодарить сегодняшнего и все, что мы имеем, использовать это в благом русле. В культурно-просветительском центре Дагестан в Москве прошел ряд встреч. Площадка была открыта в конце прошлого года, но за этот короткий срок, благодаря активной работе его участников, тысячи жителей Москвы и гостей столицы смогли объединиться. Накануне в стенах здания прошла еще одна значимая встреча, посвященная хиджабу. На ней собралось более сотни женщин, среди них жена посла Амана Асма Аль-Харуси и гости из Сирии и Индонезии. Подробности у Айши Тухаевой. Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуллахи. Аль-Хамду лаля, я благодарна вам за то, что вы пригласили меня. Я здесь впервые и очень рада с вами находиться. Надеюсь, не в последний раз, иншаллах. Я привезла с собой небольшие подарки для каждой из вас. Это то, что я сама использую каждый день. Надеюсь, вам понравятся они. Говорили на английском, арабском и французском языках. В КПЦ «Дагестан» много участниц с научной степенью, которые много лет живут и работают в Москве. И хотя на встречи планировалось около 50 гостей, пришло более 100 женщин. Среди них уроженки Дагестана, Чечни, Ингушетии и даже Алжира, Сирии, Индонезии, Амана. Все они объединены исламом. И культурно-просветительский центр «Дагестан», что находится в Измаиловском парке Москвы, стал интегрирующей силой между ними. Главной темой встречи был платок, хиджаб. Имидж-стилист Этери Далиева продемонстрировала, как красиво сочетать цвета и ткани в своем гардеробе. Организатором встречи выступила руководитель женского клуба-центра, которая является членом экспертного совета комитета Госдумы по вопросам семьи. Я не шала, что все еще нас объединены в раю такими счастливыми и довольными. Днем позже гостеприимный культурно-просветительский центр «Дагестан» принимал у себя богословов. Именитых дагестанских спортсменов и депутатов, деятелей науки и образования республики, как проживающих в столице страны, так и посетивших ее специально для участия во встрече земляков. Здесь прозвучало множество теплых слов в адрес организаторов. Культурно-просветительский центр стал для многих не только дагестанцев, но и кавказцев вторым домом, уютным напоминанием о родном крае в столице страны. В завершении встречи полномочный представитель Муфтията Дагестана в Центральном федеральном округе Мухаммад Дибердадаев поблагодарил всех гостей, организаторов и спонсоров мероприятия. Айша Тухаева, Махмуд Абдулаев, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Москва. И к новостям спорта. Дагестанский борец греко-римского стиля Магомед Муртазалиев вышел в финал чемпионата Европы в Румынии. Воспитанник Махачкалинской спортшколы «Спартак» обычно выступает в весе до 87 кг, но в Бухаресте он был включен в команду на две категории выше своей. 22-летний дебютант взрослых соревнований удивил всех. В четырех победных поединках на предварительной стадии отдав только 4 балла. В финале Магомед Муртазалиев попробует отворить еще одну сенсацию – остановить олимпийского чемпиона из Армении Артура Алексаняна. Отметим, что еще один наш земляк Анвар Алахьяров из Москвы добыл бронзу в весе до 63 кг. Волейбольный клуб «Дагестан» упрочил лидерство высшей лиги «Б» чемпионата России. В девятом туре в Тюмени дагестанская команда обыграла в двух матчах местный клуб «Тюмень-Тюмгу» – 3-0 и 3-1. Всего в активе нашей дружины 30 побед в 30 сыгранных матчах этого сезона. В следующем туре 2-3 марта клуб «Дагестан» сыграет дома против Грозного. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Хороших всем новостей и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова